привет всем друзья сегодня с вами снова я владимир расскажу случай из жизни который произошел со мной вчера мой друг приобрел себе роутер для подключения sony playstation 3 к сети интернет вот на мой вопрос зачем он это сделал он мне явного ответа не дал потому что все обуславливалось тем что у него не было возможности подключить соньку к интернету вот хотя у него также имеется ноутбук как и у меня и позже я объясню как можно было выйти из этой ситуации во первых многие в курсе что sony xbox они уже все имеют беспроводное соединение возможность подключения к роутеру через вайфай что он собственно и сделал вот и можно также понять локальную сеть вайфая с помощью интернета если в нем встроен вайфай модуль делать это достаточно легко и в принципе я уверен больше половины пользователей которые смотрят мой канал знают это поможет в этом нам программа connectify вот в принципе google и выдает самые первые давайте посмотрим на сайт разработчиков приблизительно такой же интерфейс будет и у вас единственное что есть про версия есть лайт версия отличие про версии от лайт заключается в том что в платную версию встроен инструментарий для того чтобы расшаривать медиа а именно фотографии видео музыку на любые устройства подключенные к вашей локальной сети вот так как это можно все сделать самостоятельно с помощью поднятого фтп сервера либо клаус сервера и также юпп сервера то но я не вижу смысла платить деньги за все то что можно сделать самостоятельно через определенные утилиты программы более того с которыми я уже привык пользоваться чем пользоваться инструментарем connectify тем более мне он показался не очень удобным я когда-то юзил про версию вот я скачал ее с рутрекера вот в качестве ознакомления понял что могу пользоваться лайт версией совершенно спокойно обновляться ей потому что меня полностью устраивает функционал бесплатной версии так можем посмотреть сайт но нам самое главное пройти в раздел download и тут будет перечень всех отличий платной версии от бесплатной вот так же мы качаем после того как нажмем на ярлычок download now но при желании можно убить свой электрон адрес чтобы получать email и уведомления о выходе новых версий каких-то акциях там снижение скидках и прочее но мы видим что оставайтесь подключенным в любом месте то есть можно использовать свой ноутбук как горячую точку подключения hotspot вот я ее скачал давайте посмотрим какой у нее интерфейс и в принципе тут минимум настроек и так в данный момент подключен только мой смартфон вот мы также можно посмотреть историю подключения других устройств мы видим что это было четыре компьютера также мой старый смартфон и планшет вот от себя хочу заметить что ну заметить что роутер в принципе есть смысл покупать только в том случае если интернетом пользуетесь не только вы вот на моем старом адресе у меня стоял роутер потому как я раздавал интернет не только себе но и соседям более того к локальности было подключено около шести компьютеров и тогда я думаю уже можно осознанно брать себе роутер вот а так как у меня более трех компьютеров одновременно не может быть подключено за вычетом того что я также подключаю смартфон планшет скорости хватает никаких трудностей я не испытываю давайте зайдем в раздел сетевые настройки просто я сделаю маленький экскурс по какому принципу работает программа вот центр управления сетями общим доступом и давайте посмотрим какие именно адаптеры у меня в данный момент имеются на компьютере вот но в действительности их всего два это беспроводное соединение ну беспроводное сетевое соединение и сетевая карта остальные виртуальные для виртулбокс и хамачи итак в данный момент к интернету я подключен через обычный модем и подключен он через сетевую плату бородком нетлинк вот есть интернет получает мой компьютер ноутбук через стандартное подключение самое простое так вот в программке все что от нас требуется это вбить название нашей сети какое оно будет я оставил по умолчанию также вбить пароль но если я кликну пароль будет показан поэтому здесь вы можете вбить любой пароль и собственно нужно выбрать через что у вас получает ваш компьютер интернет но в моем случае вот мы видим что это сетевая карточка я указал поэтому оставляем бородком нетлинк вот и через что мы будем распространять интернет но разумеется по wi-fi самое главное вот также можно выбрать режим режим подключения к вашей сети то есть открытая точка зашифрованная с паролем и его зашифрованная с паролем по методу vpa2 вот но я считаю самозащищенным на данный момент вот поэтому выбрал я его и это подразумевает что пароль может содержать как буквы так и цифры вот но и также есть фэрбол но это уже будет доступно верным владельцам про версии также вот здесь у нас есть клиенты вот в про версии будет дополнительная вкладочка про версия расшаривания медиа и там можно будет выбирать ну там можно будет стройным инструментарием создать свое подобие локальной сеточки для раздачи видео аудиофотографии вот ну что то вроде домашней группы windows media player программа работает в фоновом режиме то есть вот это вот уведомление в трей оно в принципе не запускается у меня я его вбиваю самостоятельно то есть если у вас есть необходимость там проверить как работает программа кто к вам подключен то можно запустить его вручную ну и давайте ради интереса просто посмотрим сколько она занимает процесс коннективный ну занимает на 40 мегабайт я думаю в современных реальных это ничто более того она действительно работает и как его можно применять во первых можно сделать свой фтп сервер я про это уже рассказывал как это сделать вот поэтому любой гость любой компьютер или просто человек подключившийся к моей сети он может скачивать файлы из моего фтп сервера будь то с планшета с телефона без каких-либо дополнительных затрат то есть ничего не надо поднимать локальная сеть она действующая также кто-то хочет поиграть со мной в вовик у меня свой сервер world war то также совершенно спокойно взбивается в локальную сеть у меня есть свой собственный айпи адрес также я могу посмотреть какой айпи адрес у подключенных ко мне пользователей вот тут она прописывается и пистолюру с 202 168 217 101 вот айпи адрес разумеется может отличаться от того которое на устройстве то есть надо смотреть через эту программу вот ну и просто зная мой айпи адрес друзья могут заходить на сервак вовика на фтп сервак также можно через клауд сервер стримить музыку видео и при этом не нужно будет оплачивать про версию с вами был владимир подписывайтесь на канал комментируйте до скорых встреч надеюсь вам понравилось